Авария на шахте. По предварительной информации, на шахте произошёл взрыв. Отец был на шахте во время взрыва. Да, его фамилия есть в списке пропавших визит. Расскажите, что случилось? Там, в шахте. На нас напали. Что происходит? По какой причине введён карантин? Информации нет. Бомбы на землю, по землю! Это из-за какого-то бункера, который находится под землёй. Что за бункер такой? Это станция по созданию геофизического оружия. Специальные установки на объекте, способные вызвать не только землетрясения, но и направленные ураганы, смерч, цунами. Были вызваны нашими установками. Конструктор нужен, который проектировал станцию. Это тот самый учёный, которого мы искали. Пётр Доронин. Серёжа этого дядю к нам приводил. Серёга! Это комната номер ноль. Так вот она какая. Ну как им этот сейф удалось скрыть? И главное, куда всё из него делать? Где микросхемы? Где жёсткие диски? А не было ничего! Клянусь! Брат, выходи, мы просто поговорим. Нет её. Заскнулся. Ты видел, куда упал вертолет? Серёга, ну-ка глянь. У него какой-то уазик едет. Смотри-ка, белый флаг нацепили. Чё им надо? Да хрен его знает. Нам чё делать? Сказали же в город никого не пускать. Ну, раз сказали, значит не пустим. Ну-ну. Не стреляйте! Я без оружия. Хочу поговорить со старшим. Чё стоишь? Свяжись с нашими. Центр. Центр, как слышишь? Приём. Чего? Патруль с моста вызывает. Что у вас случилось? Тут военный приехал на преступление. Хочет поговорить со старшим. У нас много старших. С кем именно? Да не знаю, он не сказал. Дай ему рацию. Кто говорит? Майор Куприянов. Вы кто такой? Генерал Петров. Замкомандующего отлеплением. Ясно. А с кем вы хотите поговорить? Зориной? Нет. Только не с ней. С кем-нибудь из гражданских. Есть там у вас ещё кто-нибудь главный? Ну, я, например. А почему вы с Зориной не хотите разговаривать? Она же ваш сотрудник. На то есть свои причины. Прежде встречи объясню. Ладно, ждите. Лёш Журавлёв, ответь. Лёш Журавлёв, слышишь меня? Выйди на связь. Чёрт, не течи. А ты ему домой позвони. Так телефон не работает. Уже работает. АТС-ку вчера ещё подключили. Межгород только не прозванивается. А так нормально. Ну-ка, ты смотри, а. Алло. Да, Антош, здравствуй. Алёши нет. Не знаю, с утра уехал, так и не появлялся. Сама волнуюсь. Хорошо, передам. Катюш, а ты не знаешь, куда Лёша поехал? Так он Серёжу ищет. Какого Серёжа? Нашего? Ну да. Он что, здесь? А Лёша что, вам ничего не говорил? Нет, он меня только о Серёжкиных друзьях расспрашивал. Может, всё-таки объяснишь, что происходит? Ну, да, сейчас. Слышь, что, Саня? Мы уже три часа колесим по полям, по лесам. Ты уверен, что вердолёк где-то здесь упал? Удастся, он видел. Ну что, взорвался, горел. Нет, не взорвался, не горел. Ракета, хвост попал. Кусок лопасти. От чертолёта точно, я же сказал, где-то здесь. Смотри, за деревьями. Как тут? Всё тихо. Смотрите в оба. Если что, вызывайте подкрепление. Это я с вами разговаривал по рации? Да. Говорите, что вы хотели. Я хотел узнать, какая обстановка в городе. Обстановка в городе? Вы что, издеваетесь, что ли? Нисколько. Мы здесь каждый день, как на вулкане. А вы вместо того, чтобы нам помочь, как скот нас держите в запертии. Да самолётов бомбите. Как вам такая обстановка, генерал? Поверьте, это вынужденная мера. А стрелять по мирным жителям, это тоже вынужденные меры. Дождя Антон, успокойся. Послушайте, ситуация действительно очень тяжёлая. По нашим расчётам, запасов еды в городе осталось на несколько дней. Бензина тоже. Наша больница переполнена больными и ранеными. Люди сильно напуганы. Нам нужна ваша помощь, и как можно скорее. Она будет? Когда? Скоро. Я хотел спросить у вас, кто взял полномочия мэра? Ну, кто руководит городом? Кто надо, тот и руководит. Вам-то что? Послушайте, майор, я ведь это спрашиваю не ради любопытства. Если это Зорина, то я хочу вас предупредить вот о чём. Вы, наверное, в курсе того, что было нападение на шахту. И про ваш секретный объект, и про то, что он повреждён, мы про всё знаем. Вот и отлично. Я вам должен сообщить, и мы это установили, и знаем, что это было организовано иностранными спецслужбами. Им помогали. Кто-то из своих. Среди вас есть предатель. И вы знаете, кто? Да. Мы думаем, что это Ольга Зорина. Что просить? Зорина? А с чего вы взяли, что это она? По степени утечки информации. Те, кто нападал на объект, они хорошо были осведомлены. Коды доступа, расположение, охраны и так далее. А такая информация мала быть доступна только Зориной. Вы в этом уверены? Я хочу вас предупредить, чтобы вы были осторожны. Очень осторожны с ней. Она очень хитрая и безжалостная. И она не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Спасибо, что предупредили. Держитесь. Когда мы разберемся со всем этим, мы вас освободим отсюда. жмур? Да, похоже. Ни хрена ж себе. По ходу дела выжил, твой ученый. Мягко приземлились. Повезло им. Повезло, только не всем. А это что? Кровь чата. Кто-то из них ранен. Или Дородин, или Брагин твой. Либо они оба. В любом случае, в лесу они не будут сидеть. Наверное, вернулись в город. Антон, погоди. Чего? Тебя Зорина ищет. Вот черт, неужели прочухла? Слушай, Сань, вы спрашиваете, скажи, меня нет. Она здесь, в твоем кабинете. Понял. А вы без меня этот вопрос решить не можете? Никак нет. Хорошо, я сейчас буду. Здравствуй, майор. Здравствуйте. Мне сказали, вы меня ищите? Что-то случилось? У меня нет. А у тебя? Да, вроде все спокойно. А до меня тут слухи дошли, что ты встречался с кем-то из зацепления. Ну да. С кем? Да с генералом каким-то. Петров, кажется. И что он хотел? Ничего особенного. Спросил, как с продовольствием, лекарствами, про обстановку в городе. Так они, что теперь добренькими стали, да? Заботу проявляют. А, типа того. А что он еще говорил? Да, ничего. Спросил, как мы. Сказал, что нужно еще подождать. Оцепление скоро снимут. Что? Странно все это. почему ты мне не сообщил, что едешь с ними встречаться? Ну, решил не беспокоить вас попусту. Да и некогда было мне. В следующий раз, когда военные выйдут на контакт, предупреди меня. Найди время. да, да, и вот еще что. С сегодняшнего дня в городе вводится комендантский час. Мои бойцы будут патрулировать улицы и учреждения города. И днем, и ночью. А это еще зачем? На всякий случай. Я должна контролировать город. Одних диверсантов мы уже упустили, я не хочу, чтобы еще кто-то просочился. У тебя сколько сотрудников? Около сотни. Выдели человек 30, чтобы помогали моим бойцам хотя бы днем. Не нравится мне это. Петров мой непосредственный начальник. Мы с ним работаем бок о бок столько лет. Почему он ведет переговоры с гражданскими, а не со мной? Вы думаете, они против нас что-то замышляют? Не знаю, может быть. Слишком подозрительно этот мент себя ведет. Вот что, Белов, нужно обязательно выяснить, о чем он с генералом разговаривал. Ну, давайте этого выездим к нам на шахту и устроим нормальный допрос. Он мне точно все расскажет. Ты в своем уме? У него 100 человек в подчинении. Хочешь гражданскую войну развязать? Забудь об этом. Есть куча других способов узнать информацию. Капитан, за мной. Ну, что делать будешь со мной? Мусорам меня сдашь? Не знаю, не решил еще. От тебя все зависит. Да, Ронина, помоги мне найти. Сделай так, что в ментовке про тебя забудут. Хорошо. Давай, рассказывай все, что знаешь про этого Брагина. Где познакомились, как зовут, ну и так далее. Я и увидел пару раз в жизни. Зовут Олег. Олег Брагин. Я не знаю, настоящее имя или нет. Скорее всего, нет. Дальше что? Че, работали с ребятами в райцентре, делами всякими занимались. Что за дела? Че за дела? Что бабло приносит. В основном по тачкам работали. Месяц назад один черт его привел ко мне. Здорово, Жур. Здорово. Вот, познакомимся. Олег. Гоша сказал, твоя бригада угонами занимается. А у Гоши, видать, язык глиня, да? Жур, да он свой. Ты меня знаешь. Ладно, замяри. Ну, че хотел? Машину хочу, хочу. Крузак сотый. А где ж я тебя возьму? У нас в городе нет таких. У жены мэра есть. Фу, нет, дядь, не катит. Единственная тачка в городе, ну, сам понимаешь, рискованно как-то. Семьдесят к саре даю зеленый. А я че-то не догоняю. Ты ж за эти бабки можешь новую купить. Мне нужны именно эта машина. Ладно, забудь. Поехали, Гоша. Паренек какой-то не решите жить. Других найдем. Не найдешь. В городе по тачкам только я и пацаны работаем. Семьдесят, говоришь? Ладно, будет тебе крузак. Это задатка. Там на конверте телефончик написан. Сделаешь, позвони. Ну и что, украли? Той же муч. Сработали тихо. А на утро на всех повязали. Лежать, сука! Ты кто? Старший следователь Чернов. Ну что, Журавлев, накрыли мы твою бригаду? Какую бригаду, начальник? Че ты меришь, ты че-то путаешь. Продолжаем разговор. Вчера ты со своими дружками увел лэнд-крузер в одной порядочной дамы. Я хочу знать, где он и кто тебе заказал этот угон. Ты же у нас теперь по заказу машину гоняешь, не так ли? Я правда не понимаю, о чем ты. О, слышишь? Твоих корешей допрашиваешь. Ты их отпустя, они все равно ничего не знают. А это же для тебя делается, Сережа, чтобы ты понимал, что ребята мучаются. Хочешь им помочь? Хорошо, скажи мне, тачка. И нет, тачка нам не нужна, тачку мы сами найдем. Не заказчик. Не было никакого заказчика. Погоди, 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 Сережа, я же все равно, я же все равно все узнаю. Я же тебя на суставы разберу, а все узнаю. Сережа, сдай мне заказчика. И все. И спокойно, можешь идти. А, Сережа? Ну, а может ты его боишься? Так ты не бойся, он в жизни не узнает, что ты мне его слил. Получишь свои два года условно. И все. Договорились, Сережа. Не, мужик, я с метами договариваюсь, не так воспитан. Хорошо, хорошо. Но учти, я тебя предупреждал. Инструмент. Сначала я тебе пальчики покрошу, а позже мы твоими зубками займемся. Хорош! Дима, хватит. Хорош! Ну, отцепите его. Что здесь происходит, а? Тихо, 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 успокойся. Это была всего же проверка. Какая проверка, твоя мать? На вшивость, Сережа, на вшивость. Да ты не бойся, это мои ребята. Я бы не допустил, чтобы они тебе сделали слишком больно, да. Ты что, мусор, да? Да нет, и они тоже. А форма и ксива, это то втает. А на хрена тебе это надо? Я ж тебе говорю, проверял я тебя. Ты мне нужен для очень важного дела. Я тебе позже расскажу. На-ка, ты вот оденься. Держи бабло, как обещал. Пойди выпей, чунись. Крузак себе оставь. Свободен, давай. Давай. Ученого, Дарунин, дал координаты, мы договорились обо всех условиях. Он сразу сказал, что в городе переполомывают из-за этого землетрясения, что ментам будет не до нас. Я еще тогда удивился, когда он узнает все. Ну вот, вышло, как он говорил. А как ты с ним связь держал? Да никак. Мы сразу договорились, где, когда передают Дарунину, но встреча не состоялась. Он меня потом сам нашел. У Катюхи на хате. То есть, как с ним сейчас, связаться ты тоже не знаешь? Нет. А где он скрываться может? Без понятия. Ты уверен? Уверен. Ключи дай мне. Дай ключи, я пойду. Мужик, все нормально? Можешь помочь? Все. Все в порядке. Может, скорую вызвать? Все в порядке. Ну, что встал? Пошли. Пошли, пошли. Здравствуй, мам. Зачем я его сюда привел? Мам, ты чего? Не прикидывайся. Катя мне все рассказала. Белсавец. Как ты мог? Ты... Я даже подумать не могла, что ты на такое способен. Уходи. Уходи, я сказала! Чтобы я больше не видела тебя здесь! Мам, перестань. Я перестану! Он такое творит, я его сыном должна называть! Пусти, пусти, пусти. Увидишь? Не радуй меня здесь. Пусти, давай. Переночу. Никуда ты не пойдешь. Успокоились все! Не время разборки устраивать. Чтобы не произошло, мы семья. Мы должны держаться вместе. Серега остается здесь. Это не обсуждается. Зорина предатель. Да не может такого быть. Мне генерал этот сказал. Ну, сам подумай. Зачем ему на нее просто так наговаривать, а? Да я не знаю, ну мало ли. Может, военные решили нас рассорить? По отдельности мы слабее. Им-то что? По отдельности мы или нет? Захотят, так и так нас раздолбают. Вова, да говорю тебе, Зорина это все замутила. Я вернуться не успел, она уже тут как тут. Все разнюхать пыталась. О чем я на мосту с генералом разговаривал. А потом заявила, что комендантский час вводит. Хочет город под контролем держать. Небось, заподозрила что-то неладное. Вот и решила власть в городе в свои руки взять. Да что же получается? Если Зорина причастна к нападению на объект, значит, похищение Доронина тоже ее рук дело. Да, она делает все возможное, чтобы мы не смогли до него добраться. Вот что. В любом случае, мы должны его найти. Только теперь все, что мы не делаем, держим в тайне от Зориной и ее людей. У нас кузырь есть. Она не знает, что мы вышли на ее сообщника Брагина. Нужно найти его, забрать у него Доронина, где-нибудь его спрячем, пусть сидит и думает, как починить объект. Да, верно, так и поступим. Слушай, ты сказал, твой оборотельник этого Брагина в лицо знает. Пусть приедет в отдел, в фоторобот, поможет составить. Стоять! Ты что, глухой? Стоять, я сказал! Куда он подевался? Черт его знает! Я прямо, а ты направо! Стоять! КОНЕЦ Вот теперь похоже. Один в один. Поля, распечатай. Я еще нужен? Свободен. Леха, я знаю, он твой брат, но сам понимаешь, когда все это закончится, ему придется ответить за все, что он натворил. Ответит, не беспокойся. А пока я сам за ним присмотрю. С фотороботом что будем делать? Просто так его на улице не развесишь. Зорин увидит, все поймет. Да не будем мы ничего развешивать. А вот что подумал. Брагин этот приехал сюда задолго до того, как выставили оцепление. То есть пару недель он здесь точно ошибался. Значит, по-любому кто-нибудь его мог увидеть. На заправке, в кафе, еще где-нибудь. Ну, я не знаю. Город у нас маленький. Новый человек всегда на примете уместных. А просим наших сотрудников. Может, они подскажут, где его найти. Здорово, мужики. Здорово. Здорово. Что это? Да, так. Мародер одного еще. Помощь нужна? Да нет. Сами справимся. Угу. Товарищ генерал, разрешите? Заходим. Я встречался с гражданскими. Сведения подтвердились. Зорина взяла контроль над городом. Есть еще инициативная группа. Несколько человек. Организовали что-то вроде городского комитета. Жаловались на нехватку еды. Просили о помощи. Ты предупредил их по поводу Зориной? Так точно. Товарищ генерал, я по поводу предстоящей операции. У нас все готово. Колонна сформирована. Бойцы ждут вашего приказа. Можем хоть сейчас приступить. Преступники? Нет. Подождем до утра. Он приходил к нам в аптеку. Когда? Сегодня. Где-то после двух. Мы как раз закрывались на обед, а тут он. Выглядел он, ну, как будто бы каток по нему проехал. В смысле? В смысле, покалеченный весь. Лицо все в ссадинах, потеках. За руку держался. То ли она у него сломана, то ли порезана, не знаю. Хромал сильно. Понимаешь, чья кровь была в вертолете? Все сходится. А вам он что сказал? Что с ним случилось? В аварию попал. Попросил бинты, перекись, антибиотики. Я ему предлагала пойти в больницу, но он отказался. Сказал, сам справлюсь. Ну, расплатился и ушел. Все. Ясно. В общем, если он еще раз объявится, обязательно сообщите нам. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Конечно. До свидания. До свидания. Помимо нее, его еще несколько человек опознали. В магазин на Сосновой заходил. Пару раз. В кафе иногда обедал. Да без заколонки заезжал, заправлялся. Машину не запомнили? Ну, старая иномарка, темного цвета. Таких здесь полно. Никто из тех, кого я опрашивал, толком о нем ничего не знает. Никакой информации, где он может быть. Где он может скрываться? Раненый еще здоровен. Гостиница точно не сунется? Наверняка, какую-нибудь квартиру снял. Не веду. Слушай, давай я его нашим участкам покажу. Уж кто-кто, они точно знают всех жильцов в нашем городе? А? Точно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok На, поешь Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Выбираться оттуда будем Добавил DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Дело в том, что у похитителей в городе могут быть сообщники. Именно поэтому мы вырубили на время местную телефонную связь. Будем слушать каналы. Хотели бы просить вас и ваших людей некоторое время не пользоваться рациями. Хорошо Как только Доронин будет у вас, дайте знать Действуйте Как думаешь, клюнуло? Конечно Смотри, как все засуетились Стоп, иду Я сейчас сверзусь с Брагиным, и все ему расскажет Твои-то все на месте? Да, дежурят на каждой улице, возле каждого дома Маякнут, если что Поехали Девушки отдыхают Пойдем-ка мы с тобой прокатимся Если наш улог сработает Брагин по-любому где-нибудь выползет Надеюсь Слушай, Тох, а куда мы Доронину повезем? Нужно где-нибудь квартиру найти иначе Да это не проблема, найдем Антон, ответь Слушаю, кто это? Малкин, вижу машину, без габаритов Едет по Кирову в сторону Юбилейной Понял, всем приготовиться Кирову в проекте Малкин, вижу машину, без габаритов Малкин, вижу машины, без габаритов Едет по Кирову в сторону Юбилейной Это они. Поехали, поехали. Заблокируйте дорогу по Юбилейной. Стоять! Назад! 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 Все назад! Все! Стоять, сказал! Стоять! Все стоять! Брагин, сдавайся. Тебе не выбраться. Назад! Или ему не жить! Бросай оружие, куда ты денешься? Пошел ты! Держи! Держи! Пошел ты! Держи! Пошел ты! шифровный передатчик. Мне про него Серега говорил. Наверное, Брагин с Зориной по нему связывался. Попробуй еще раз. Молчит? Конечно, все поняла. Давайте Даронина сюда. Даронин останется у нас. Он наш сотрудник. У меня приказ доставить его на шахту. В сторону отойдите. А то что? Майор, оно тебе надо. Отдай его по-хорошему. Слышь, а ты не оборзел мне угрожать, а? Я не угрожаю. Я предупреждаю. Даронина отдайте. Нам что, силу применить? А ну, сторону! Майор, до греха не доводи. Слышь, капитан, людей своих убери, тогда все будет хорошо. опустили оружие! Уроды! Считай до трех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майор, ты что себе позволяешь? Где Доронин? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В безопасности. Чтобы через минуту он был здесь, ясно? Ты у себя на шахте команду, а здесь я начальник, ясно? Не получишь ты Доронина. Мы все про тебя знаем. Что ты про меня знаешь? Ты еще что такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мост. Это центр. Как слышишь, прием. Центр! Центр! Выпанов стрелом! Нам идет галонна. Военные, их много. Они в нас стреляют. Центр, как слышите, прием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помогите кто-нибудь! Крыша! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уж война началась. С кем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА